Это прямой эфир, вы смотрите программу «Сумма мнений». Когда едешь в отпуск, рассчитываешь не просто отдохнуть и набраться сил, но и решить проблемы со здоровьем. Увы, часто получается с точностью да наоборот. Смена обстановки не только не идёт на пользу, более того, из отпуска можно привести экзотические болезни. Какие именно, поговорим в ближайшие полчаса, а также расскажем о том, что нужно предпринять, чтобы не стать ходячим учебником по экзотическим заболеваниям. А пока хочется обратиться к нашим телезрителям. Как всегда, на сайте у нас открыто голосование. Сегодня мы спрашиваем вас, с какими проблемами со здоровьем вы сталкивались в своём отпуске. Варианты ответов представлены. Отравление или травмы и ожоги, может быть, экзотические болезни и аллергия, или никогда не болел в отпуске. Хочется всем пожелать, конечно же, вот этого четвёртого варианта. Для начала разговора предлагаю посмотреть сюжет. Марина Трофимова стала заложником обычной египетской бабочки. После укуса лицо раздуло так, что в родном аэропорту, в Кольцово, девушка не смогла пройти паспортный контроль. Посмотрим сюжет и начнём разговор. По размеру похожа на эту, но это слишком коричневая. Та была белая. Свою обидчицу Марина теперь пытается найти в интернете. Из-за такой же бабочки жалуется горожанка. Она так изменилась в лице, что чуть не осталась без родины. Во время отпуска в Египте девушка укусила странное насекомое. И у неё началась жуткая аллергия. Пока Марина летела в Екатеринбург, лицо и шея опухли так, что местные пограничники землячку не признали. И отказались выпускать её из аэропорта. Когда прилетела, у меня уже заплыл глаз, то есть снизу и сверху. И голова была огромная, просто огромная. Было плохо, тяжело и страшно. Я не понимала. Я просто паника была. Я хотела, чтобы всё быстрее закончилось. Марине полчаса пришлось доказывать, что в паспорте она. Потом девушка вспомнила про фотоаппарат. Там были отпускные фотографии до укуса. Только тогда ей удалось пройти контроль. Уезжать из аэропорта пришлось на карете скорой помощи. У Марины диагностировали острую аллергическую реакцию. Отёк к венке. Самая, как говорится, большая сложность, это если появляется именно затруднение при дыхании, при глотании. То есть возникает отёк, скажем так, дыхательных путей. И тогда, конечно, может даже если не лечить, вовремя не обратиться, может наступить и смерть. Поэтому чем быстрее начинает оказываться помощь, тем лучше. В больнице девушка провела неделю и теперь боится всех бабочек. Ещё страшнее Марине от того, что она узнала. Такие кусачие насекомые водятся даже в России. Называются они совки, либо ночные мотальки. Это обычная бабочка, которая слетается на свет. Нашли их в Сибири у нас. Питается она кровью человека и питается кровью буйволов, либо носорогов. Оттуда она берёт именно соль, необходимую для размножения данной бабочки. Злится Марина не только на мотылька-кровопийцу, но и на пограничников. Хотя, по словам юристов, она ещё легко отделалась. Ведь по закону неузнаваемых пассажиров в аэропорту могут задерживать до трёх суток для установления личности. На слуху случится с гражданином Киргизии, который приехал на заработки в Москву, а потом два года не мог вернуться на родину. В том случае гражданин въехал на территорию Российской Федерации, у него было всё в порядке с документами, но за время пребывания здесь он похудел более чем на 10 килограмм. Соответственно, он стал неузнаваемым. Личность не установили, а потом почему-то ещё и возбудили уголовное дело. Чтобы избежать таких проблем, юристы советуют оформлять загранпаспорт с биометрическими данными. Их, в отличие от внешности, не подделать. Или хотя бы возить с собой дополнительные документы, с помощью которых человека можно опознать. В прямом эфире ЕТВ программа «Сумма мнений». Говорим сегодня об экзотических болезнях. Бывает так, что едешь в отпуск поправить своё здоровье, а в итоге привозишь редкое заболевание. С удовольствием представлены наших сегодняшних гостей в студии. Марина Трофимова, та самая пострадавшая туристка. Здравствуйте. Оксана Замятина, страховой туристический брокер. И Елена Борисовна Корюкина, кандидат медицинских наук, врач, дерматовенеролог. Здравствуйте. Елена Борисовна, вот этот случай, это то, что называется один на миллион? Ну, наверное, не один на миллион, всё-таки поменьше. Но случай это индивидуальный. В данном случае получилось так, что у девушки есть индивидуальная чувствительность к белку, слюны, вот конкретно этой бабочки. У большинства людей укус такого насекомого не приведёт к таким последствиям. Здесь, ну, очень крупно не повезло. Очень крупно не повезло. Расскажите, пожалуйста, а это страховой случай? Как, вот, с финансовой точки зрения Вы решали вот эту проблему со здоровьем? Кто оплачивал лечение и так далее? Страховка здесь сработала? Да, страховка сработала. Буквально в последний день окончания страховки мы обратились, помощь нам оказана была сразу, никто не отказал. В течение получаса приехала за мной машина. Правда, доктор был не русскоговорящий. С этим были, конечно, проблемы, потому что объяснить, что со мной, он не смог. Первую помощь оказали там, на месте, сюда Вы приехали, вот, по-прежнему с отёком. Здесь помогали врачи? Нет. Здесь уже не потребовалось медицинской помощи? Нет, когда я прилетела в Россию, помощь мне была нужна. Но пока я до неё добралась, это был такой очень долгий путь, так как меня не пропускали в аэропорту. Оксана, а вообще вот эта история, укус насекомого, неожиданная аллергическая реакция, редкие заболевания экзотические, они как-то выделяются отдельно среди страховых случаев? Я бы не сказала, что они выделяются, поскольку страховые случаи, они все важны для страховых компаний. То есть мы рассматриваем и аллергические реакции насекомых, и на алкоголь, гораздо чаще это случается, на майонезы, в салаты, на какие-то травки, приправки и так далее. Но это к нашему голосованию, я напомню, зрителям на сайте работает голосование, с какими проблемами со здоровьем чаще всего Вы сталкиваетесь, сталкивались в отпуске, отравление, ну вот, наверное, то, что наберет больше всего голосов. Потому что экзотические болезни, они так же редки, как и редки туристы в тех странах, экзотических наших туристов, долетает не каждый до такой страны, где бы найти такую болячку. Конечно, здесь статистика идет, исходя из массовости посещаемой страны, то есть Таиланд, это как наиболее массовое скопление народа, там и статистика будет больше по любого рода аллергическим реакциям. Лена, понимаю, щекивает, а Таиланд это самая опасная страна вот в этом смысле? Нет, дело не в этом. Ну, во-первых, я бы разделила две проблемы. Вот эта ситуация, она не является экзотической. Это не экзотическое заболевание. Эта ситуация, к сожалению, достаточно банальная, которая могла случиться и в России, и за рубежом, причем с равной долей вероятности. Экзотические заболевания, это немножко другая тема. Это те редкие заболевания, которые не встречаются на территории Российской Федерации. И проявятся они, скорее всего, уже здесь через какой-то период времени, потому что у них будет ингабационный период. То, о чем мы говорим сейчас, это острые аллергические реакции, в общем-то, абсолютно банальные, реальные, с которыми сталкиваются очень-очень многие. Елена Берисовна, а что привозят вот с этим самым отложенным эффектом отложенного действия? Но если говорить именно о экзотических заболеваниях, вот если говорить про Таиланд, тешманиоз. Последние годы у нас появилось такое заболевание, которое на территории России не встречается. Есть такой простейший микроорганизм, он переносится москитами, передается при укусе насекомого. Может проявляться по-разному, но в любом случае это проявляется через какой-то период времени, от двух недель до нескольких месяцев. Это может быть чисто кожное заболевание, а может быть крайне тяжелое внутреннее заболевание. То есть кусает комар, передал микроб, микроб внедрился в кожу. На месте внедрения появились язвы очень болезненные, мы их называем кратерообразными. Если не лечить, то язвы очень долго не заживают, болят. В ряде случаев вот эти мелкие микроорганизмы проникают во внутренние органы и могут вызвать воспаление любого органа. Вот это то, что называется... Для наших врачей это такая диковинка из энциклопедии. Ну вот последние годы уже нет. Уже нет. Последние годы... Я к тому, что вы-то знаете, как на это реагировать, как с этим работать. Последние годы, ну раз за два в неделю мы стали встречаться, ну в определенные сезоны, естественно, когда идет определенный сезон с такими заболеваниями. Вот это экзотика. А аллергические реакции, ну к сожалению, это наш каждодневный хлеб. Страховка здесь срабатывает, вот в том случае, если действительно приехал, прошло какое-то время и вдруг выяснилось, что ты носитель редкого заболевания? Страховка не срабатывает. Это называется расходы на долечивание заболевания, полученного за границей. Ввиду того, что диагностика такого заболевания, проявление его может произойти через месяц, через два, через три, четыре, и далеко не всегда понятно, откуда оно взялось из какой страны. Турист может за это время связать в две, три другие страны. Страховые компании четко оговаривают, что вся медицинская помощь по полису предоставляется только в пределах пребывания человека за границей. Это полис начинает действовать в 24 часа, в 0 часов дата, указанная в полисе, как начало страхования, и заканчивает действовать в 24 часа обратного возвращения. Всё, что ты привёз сюда, это уже твои проблемы? Это твои проблемы, это по полису обязательного медицинского страхования, либо каким-то другим программам, которые существуют на территории России. Зрители подключаются к разговору. Интересно, а если ТАЕЦ подхватит какой-нибудь ротовирус, тоже умереть может? Про местный иммунитет и опять может быть обратная ситуация, когда мы, приезжая, можем наградить какой-то нашей мистичковой болезнью? Ну, теоретически возможно, потому что у нас все вирусы, они, в общем-то, региональные. Есть такое понятие региональной чувствительности. У нас одни вирусы внутри, как бы, одни штаммы одного вируса вот внутри. Соответственно, иммунитеты к ним. Там могут быть другие. Ну, теоретически возможно, но практически эта вот ситуация немножко за уши притянута. Угу. Что делать, чтобы, ну, собственно, как-то обезопасить себя? Можно ли отправлять в Таиланд, поставить специальные прививки, пройти специальную вакцинацию, чтобы не столкнуться с этой болезнью? И я знаю, что есть ряд стран в Африке, как минимум, куда, в принципе, без вот обязательных прививок не пускают. Да, такие страны есть, но речь идет только о очень серьезных заболеваниях. Например, обязательно прививка от желтой лихорадки в ряде стран, вот, куда не пустят без этой прививки. На самом деле, вакцинация – дело добровольное. И от подавляющего большинства инфекций, заболеваний, ну, просто нет никаких вакцин. Вариант один – соблюдать обыкновенные правила гигиены. То есть не пить воду из-под крана, не пользоваться там лед, не покупать коктейли со льдом где-нибудь на улице, не есть там полусырых моллюсков. – Слушайте, что за отпуск получается? Воду только в бутылочках, значит, прочитала в интернете, что на тропическом пляже просто так, без специальных подстилок сидеть тоже небезопасно. Значит, могут быть специальные гельминты, которые глазом не моргнешь, они проникнут в твой организм. Как отдыхать? – Нет, теоретически… – Что это за санаторий строгого режима получается? – Нет, теоретически, возможно, всё. На самом деле. Мы уже встречались и с гельминтами, которые проникают. То есть всё за последние годы у нас уже было. Среди наших пациентов встречаются разные больницы. – Не удивишь. – Нет, не удивишь. Но на самом деле это редкость, это исключение. И каждый выбирает сам для себя. Наиболее опасны, например, пресные водоёмы. В том же Таиланде и в той же Африке. Вот пресные водоёмы, да, опасны. Потому что там эти гельминты живут в большем количестве. Опасна стоячая вода. Опасный непроверенный лёд, например, в отеле в хорошем. Наверное, всё-таки, ну, будем надеяться, что лёд делается из кипячёной воды. Очень хочется надеяться. Ходить босиком или не ходить, ну, каждый выбирает сам для себя. Вероятность заражения есть, но она достаточно небольшая. Для таких стран, ну, распространённых стран у нас, как Египет, Турция, возможно заражение. Там есть различные анкилостомозы, ну, так называется данный процесс. Ну, это единичные случаи, это на самом деле единицы. Я, как бы, достаточно много работаю с редкими заболеваниями, но вот таких случаев за свою практику, когда черви проникали сквозь кожу, я видела всего два. Ожог медузы, опять-таки, предупреждают на специальных сайтах, ни в коем случае после шторма не заходите в море. Ожог медузы, то, что вас ждёт. Это экзотическая болезнь. С такими сталкивались проблемами? Ну, я бы не назвала её экзотической болезнью, если брать вариант терминологии именно медицинской. К экзотической она не относится. Но ожоги кораллами, ожоги медуз, ожоги от различных рыб ядовитых встречаются. Тут больше подойдёт страховой термин. Это несчастный случай. Это несчастный случай. Это несчастный случай. И опять же, если это произошло, собственно, во время отпуска, а не здесь вылезла, когда ты уже вернулся домой, то там, собственно, страховка всё отречение покроет. Страховка это покроет. Конечно, есть, может быть, какие-то вопиющие полисы, о которых я, слава Богу, не знаю, которые не покроют, но в основе своих страховые компании Российской Федерации покрывают такие. Есть очень чёткий пункт в правилах страховых полисов о том, что когда идёт угроза жизни человеку, и необходимо спасение жизни человека, то страховой полис начинает действовать. Интересно, если в Ганге искупаться, пишет Александр на сайте, чисто теоретически выжить можно? Можно, но можно что-нибудь поймать. Чисто теоретически можно? Да. Жить станет интереснее. Но в основном всё-таки фигурируют страны Таиланд, южные страны, Африка и так далее. Европа в этом смысле как-то побезопаснее и поспокойнее. Да, конечно. Предлагаю сейчас посмотреть опрос. Мы сегодня спрашивали, горожан сталкивались ли они с необычными болезнями во время своего отпуска. Узнаем, что расскажет город и продолжим разговор в прямом эфире. Я нет. Из моих знакомых ездили, у них аллерген, они ездили за границу в Таиланд, аллерген, а какую-то там пищевую. Ну вот недавно буквально вернулась из путешествия, не буду называть страну, но там, видимо, переборщила с экзотическими фруктами. Конечно, у меня пошла сыпь по рукам и очень-то было всё неприятно. От кого-то слышал, что из Южной Америки привезли какую-то заразу? Слышал? Да, в горах Северного Кавказа с насекомыми, с укусами насекомых. Нет, ни разу не сталкивались. Ну было, но дело в том, что я даже не знала, на что аллергическая реакция, потому что очень много всего нового, поэтому в принципе сложно сказать что-то. Ну недосыпание, безусловно, аллергия, скорее нет, я стойкий. Нет, слава богу, это миновало. Мы продолжаем прямой эфир программы «Сумомнение» и говорим об экзотических болезнях, которые екатеринбуржцы привозят с собой из отпуска. Мы показываем нашим телезрителям во время нашего разговора инфографику по данным компании «Альфа Страхование» те самые страховые случаи, которые чаще всего происходят в различных странах. И вот как раз что касается Европы, если верить вот этой статистике и этим данным, там чаще всего люди обращаются с травмами. Это не отравление, это не экзотические болезни, не аллергические реакции, а травмы, иногда полученные в результате активного передвижения, может быть, какого-то экстремального спорта и так далее. Вот, собственно, какими-то наблюдениями Вы, как страховой брокер, можете здесь поделиться? То, что касается Европы, травмы совершенно точно, особенно в горнолыжный период. Мы называем встречу таких самолетов новогодней, когда улетают самолеты все красивые, нарядные, целые, здоровые, обратно как с военных действий, потому что где-то у кого-то здесь плечо, здесь нога, там с костылями. То есть это у нас особый праздничный период, новогодние праздники. Иногда мой супруг говорит, уже пойди поработай, потому что ты испортила нам всеми этими рассказами про травмы, праздничное настроение. Но это шутка. На самом деле для Европы достаточно тяжело, я бы сказала, по статистике проходят автобусные туры, потому что в них некомфортно, в них тяжело для категории людей старшего возраста, там идут сердечно-сосудистые проблемы, заболевания. Решаем мы по Европе, как это ни удивительно, достаточно много вопросов с беременными женщинами, потому что, видимо, потому что чаще туда ездят в состоянии беременности, нежели в другие направления. Ну и простудные, да, это везде, это всегда, потому что акклиматизация, кондиционер, это бич наших всех отпусков. Опять же, холодная водичка. Холодная водичка, да, потому что здесь нам жарко, на улице жарко, в автобусе сели, автобусы современные, хорошо кондиционируемые. Мы еще погромче сделали воздух холодный и понеслось через два дня уже лакунарная ангина и так далее, и так далее. То есть это достаточно серьезный диагноз, который тоже необходимо лечить. Как принимать первые меры там? Очень много вопросов от зрителей. Российские препараты, например, против аллергии помогут, сработают в случае с экзотическими насекомыми, Евгений Бондарев спрашивает. Конечно, да. Конечно. Я подтверждаю, да. Насколько можно доверять турецким таблеткам? Ну, можно я? Можно я, да, потому что очень животрепещущая тема. Таблетки наши кардинально отличаются от турецких, египетских и же с ними. И схемы их приема, и дозировки их выписки. То есть врачи турецкие проходят совершенно другие университеты, другие практики у них. И когда она... У меня такие комические случаи, когда врач выписывает антибиотик ребенку, трехлетнему ребенку, мама идет в номер, умножает это на два и дает своему ребенку двойную дозу. Турец, когда узнает, говорит, боже, мама Мия, что же вы делаете? Либо другой случай, когда в присутствии пострадавших наших застрахованных людей, египетский врач берет лекарство, красивую баночку суспензии, и из-под крана водичкой разводит эту баночку. То есть, соответственно, я всегда говорю, что что бы там ни было, какая бы золотая у вас страховка ни была, большой чемодан с медикаментами своими, родными, привычными, теми, которыми вы кормите себя и своих детей ежедневно, это, я не знаю, вы как бы подтвердите или нет, это все-таки большая вероятность того, что будет более адекватное лечение, результат, нежели те медикаменты, которые там... Это касается все-таки южно-восточного направления, Европа, конечно, по-другому, то есть там... Ну, там не купишь препараты без рецепта, это совсем другая ситуация. Ну да, там... В этом случае чемодан с лекарствами, да? Нет, чемодан с лекарствами я, конечно, только за, поскольку я сама езжу только так в любое путешествие, но большинство препаратов, у нас могут быть разные препараты под разными названиями, но химическая формула в большинстве случаев одна, и очень часто один и тот же производитель. Поэтому сами препараты могут не глобально различаться, а в ряде случаев не различаться вообще. Различаются схемы назначения. Да, вот это различается. Ну, в принципе, в Турции, в Египте достаточно легко купить, если знать, что покупать в аптеках, поскольку это препараты безрецептурные для этих стран. И, зная химическое название препарата, ну, я понимаю, что мне, как врачу, это легче сделать, тем не менее, это достаточно легко сделать. А имея интернет под руками, найти химическое название препарата возможно. Лена Борисовна, если говорить об экзотических болезнях, можно ли выделить какую-то группу риска люди, которые больше других подвержены таким заболеваниям? Вот, смотрите, я бы вообще выделила три группы заболеваний на отдыхе, которые наиболее часто случаются, которые относятся к сфере моей деятельности. Прежде всего, это проблемы с солнцем. Вот это то, что встречается очень часто. И это не обязательно солнечные ожоги. А про солнечные ожоги вопрос уже от зрителей был. И коротенький вопрос, это страховой случай или нет? Не у всех. Надо читать правила. У ряда компаний это не страховой случай. Когда вы получаете полис, обращаете внимание, в раздел сразу же идите «Исключение и страхование», там первым, либо 171 пунктом будет написано о том, что солнечные ожоги и дерматиты не являются страховым случаем. К сожалению, это так. То есть не все страховые компании принимают солнечные реакции нашего организма как страховой случай. Некоторые из них для того, чтобы ввести в покрытие страховки этот риск, берут доплату. То есть я точно знаю компании, которые в 10 раз увеличивают тариф основной для того, чтобы принять на страхование детей до 3 лет. Елена Брисовна, лучше на это пойти, лучше переплатить. Люди очень разные. И вот человеку, например, который едет впервые в страну с очень интенсивным солнцем, либо который действительно везет маленького ребенка, либо, вот если мы говорим конкретно о солнце, у человека, у которого очень светлая кожа, там рыжие волосы, голубые глаза, который очень чувствителен к солнцу. Вот для него, возможно, это необходимо. Ну и уж в любом случае взять хороший фотозащитный крем. Вот SPF 50, то есть фактор защиты 50 плюс. Разрешите, я случай из жизни, у меня больше, видимо, здесь. В 1997 году, когда наши первые чартерные программы полетели на Кипр, это были наши любимые местные турфирмы, у меня был разговор с кипрским врачом, который просто сидел в ужасе, говорит, это нереально, потому что я не видел никогда, чтобы солнечные ожоги были второй степени. Говорит, вы уральцы настолько белые, зачем вы это делаете? Мы, говорит, в институтах не проходили эту ситуацию, я не знаю, что делать, как быть, потому что солнечный ожог, он может быть только, я так понимаю. Да нет, всё может быть. Всё может быть. Теперь всё может быть, да. Елена Борисовна, возвращаясь к вашему списку из трёх позиций, солнечные ожоги. Это не что, я бы назвала не только ожоги, прежде всего, есть такое понятие фотодерматоза. Грубо говоря, это аллергия на солнце, особенно если человек принимает какие-то таблетки, в частности, прочие зачаточные, они, витамины, витамина, они резко усиливают чувствительность к солнцу, и человек с нормальным типом кожи, который, в принципе, в норме никогда не сгорал, вдруг может сгореть. То есть у него повышается реакция на солнце, либо красное вино, алкоголь потенцирует действия солнца. Так. Причём потенцирует очень-очень сильно. То есть вот это очень большая группа. Это то, с чем мы вот на самом деле очень много сильно встречаемся после того, как приезжают. Вторая группа – это аллергия. Вот опять же тоже Таиланд. Абсолютно другая пища, другие специи, другая вода. Это, естественно, количество аллергических реакций. Там на порядок больше, чем вот в той же Европе, где пища нам ближе, как бы специи нам ближе. Неожиданный отёк к венке – та же самая аллергия, та же самая реакция. Это нет, это та же самая аллергия, но в данной ситуации всё-таки отёк к венке, к счастью, это очень большая редкость. Потому что вот уже было сказано, это то заболевание, одно из очень немногих аллергических заболеваний, при неоказании помощи, при котором можно умереть. Это серьёзно. Здесь индивидуальная реакция. Мне бы просто не хотелось пугать очень сильно зрителей, потому что… А надо бы. Нет, после каждой такой передачи мы получаем очень хороший поток людей, у которых начинаются просто психосоматические заболевания. А мне кажется, что всё-таки это было неспроста. И завершая, третья категория. Третья категория – это пища. Кишечные желудочные. Да, желудочно-кишечные расстройства. Опять же, вода, ну вот как бы то ни было, вода должна быть либо кипячёная, либо бутылированная. Причём, ещё раз повторяю, брать коктейли со льдом где-нибудь в переулке – это чревато.